Основная сессия внешнего независимого оценивания закончилась 26 июня. По словам специалистов, наибольшее количество абитуриентов зарегистрировалось на экзамен по украинскому языку и литературе. Это более 16 тысяч человек. Однако 8,5% абитуриентов Одесской области не преодолели пороговый рубеж в 22 тестовых балла. Это если в численном выражении 1755 абитуриентов с Одесской области, кто не прошел базовый уровень. То есть они, к сожалению, дальше не смогут уже участвовать в вступительной кампании, потому что по украинскому языку у них будет в сертификате стоять на склад. Несмотря на это, все выпускники школ получили аттестаты о среднем образовании. По критериальной шкале, это 12-бальная шкала, которая используется в школе, отрицательных оценок нет. Все оценки положительные. И даже те, кто не преодолел этот пороговый балл, они все равно получили по 12-бальной шкале 1, 2, 3 балла, что было выставлено в аттестат. На втором месте после сдачи украинского языка и литературы оказались тесты по математике. Ее сдавали почти 8 тысяч человек. Но необходимые 10 баллов на этом этапе оценивания не смогли набрать около 1700 абитуриентов. Достаточно много абитуриентов у нас не преодолели этот балл. Больше, чем даже по украинскому языку и литературе. Где-то 21,8% абитуриентов с Одесской области не набрали необходимые 10 баллов. И то же самое у них в сертификате было написано «не сдал». Тем не менее, максимальное количество баллов по математике получили 35 абитуриентов из Одесской области. А вот украинский язык на 200 баллов знают всего лишь 5 человек. Это говорит о том, что все-таки у нас по математике немножко, может быть, даже лучше положение дел с преподаванием, чем по украинскому языку и литературе. Большая явка была и на сдачу английского языка. Из 5286 человек 755 не смогли набрать нужные 13 баллов, а шестеро достигли высшего балла. Анатолий Анизмов напомнил, результаты по физике, биологии и истории Украины будут размещены на страницах абитуриентов уже в пятницу 3 июля.